Разрушительны для своего организма. Не должно быть конкуренции за близость с другими людьми. У мужчины есть какие-то подружки. Большинство мужчин слабые. Кайфовать и в идеале за счет другого. Нормальные мужчины терпеть не будут. Мужчина вас оскорбляет, унижает. Наверное, с этим мужчиной что-то не так. Мужчина не пишет после интимной близости. А, оказывается, вот оно что. Как долго психологически здоровая пара может быть в конфликте? Понятие же растяжимое, что такое психологически здоровая пара. По чьему мнению, по чьей оценке психологически здоровая пара? Если мы говорим реальные психологически здоровые люди, то, конечно же, они конфликт не затягивают. Скорее всего, уже научились. Они выработали свой алгоритм выхода из конфликтов. Свою методологию. То есть психологически здоровая пара, они что умеют делать? Договариваться и обсуждать. И если видят, что какая-то ситуация может происходить, или конфликт на какой-то почве, то, скорее всего, они уже выяснили, что, например, жена ждет, что муж первый придет и погладит ей плечико. Что если есть конфликт, спать мы не ложимся, мы обязательно должны проговорить. И это наше правило, наша договоренность. То есть психологически здоровых парах все меньше происходит неопределенности, или чего-то такого на уровне конфликтов, из ряда вон выходящего. Поэтому, если говорить, сколько это может длиться, точно не долго, точно не месяцами или не годами, как происходит у многих людей. То есть что преследует конфликт всегда? Это обида. Обида это что? Это невыраженная злость. И люди понимают прекрасно, что это разрушительно для своего организма носить себе обиду на другого человека. Соответственно, это нужно выложить на стол, выложить на стол переговоров и что-то с этим делать. И поэтому это не затягивается. Какого-то правила золотого, что 5 минут, 3 часа и так далее, я думаю, что здесь этого нет. Могут ли быть друзья мужчины у замужней женщины? Ну, наверное, могут. Вопрос, нравится ли это вашему мужу? Точно так же. Понравилось ли бы вам, что есть друзья женщины у женатого мужчины? Сложно представить. Потому что дружба это что? Это какая-то тесная связь. Это близость. Это какая-то настоящесть. Если вы уже выходите замуж, я думаю, что главные люди в вашей жизни или женитесь, это ваши партнеры. Это ваш муж или ваша жена. И не должно быть конкуренции за близость с другими людьми. Снова же, сколько я видел женщин, которые жалуются, что у мужчины есть какие-то подружки. И, конечно же, у этого есть красивое объяснение. Ну, мы там близки, ну, мы там многое пережили, ну, мы там дружим с детского садика. Если это создает конкуренцию с вашим главным партнером в жизни, то, значит, это будет вредить вашим отношениям. Поэтому вам нужно определиться, кто для вас более важный человек в вашей жизни. И всех остальных вам нужно отодвинуть на второй, третий, пятый план. Хочу пригласить вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций». Первая тема – это как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли вообще это делать. Вторая тема – это как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор. И третья тема – это как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11. Это уникальный курс авторский. То, что вы там услышите, поймете, узнаете, вы не получите ни в одной книжке и ни в одном платном курсе других учителей. Это увлекательный, интересный курс без воды. Да, я затрагиваю все эти темы для того, чтобы поменять ваше мышление, чтобы вы начали мыслить по-другому. И ваше мышление новое приводило к вас к выгодным для вас результатам и к устойчивому благополучию. Поэтому прямо сейчас нажимайте по ссылке, регистрируйтесь и до встречи на бесплатном курсе. И я гарантирую, что вы будете довольны тем, что вложили в это свое внимание и время. Как распознать слабого мужчину? Да не надо никак распознавать. Большинство мужчин слабые. Но слабые, что такое слабый мужчина? Это тот мужчина, который избегает ответственности. Тот, кто боится ответственности. Тот, кто боится напряжения. Боится уставать. И так далее. То есть, по сути, он ищет какую-то легкую жизнь. Он ищет волшебную таблетку. Или он хочет вот просто кайфовать. И в идеале за счет другого. За счет какой-то удачи. За счет случайного успеха. То есть, он не готов прикладывать усилия для достижения следующей ступеньки. Для достижения нового результата. Это тот человек, для которого приложение усилий ассоциируется с тяжестью, ассоциируется с несчастьем. Таких, к сожалению, и мужчин, и женщин, в целом людей. Большинство. И это нормально. Это неплохие люди. Это их выбор. И они имеют право жить ту жизнь, которая им нравится. То есть, нужно не разбираться, определять славу мужчину, а нужно видеть нормальных. А для того, чтобы видеть нормальных, есть такое понятие, как насмотренность. Чем больше у вас есть опыт взаимодействия с разными мужчинами, разными видами мужчин. Слабыми, сильными, ответственными, безответственными. Тогда у вас глаз набит. Да, у вас глаз наметан. У вас есть, скажем, такое чутье, интуиция. И, скорее всего, вы задаете такой вопрос, потому что у вас этой интуиции нет, у вас этого чутья нет. Поэтому, даже если вы замужем или не замужем, в отношениях или нет, пошли, периодически выходили в места скопления успешных мужчин, преуспевающих, для того, чтобы туда пойти, как в музей, и на экскурсию и посмотреть, почувствовать, как эти мужчины мыслят, как они ведут себя по-другому, какое у них настроение. Обычно это происходит где-то в ресторанах, где такие мужчины обедают, бизнес-ланчи, где-то это обычно, это в бизнес-клубах и так далее. И тогда у вас появится вот эта насмотренность. Или, опять же, на сайте знакомств таких мужчин немало. И дальше вам нужно понимать, что поведение, к которому, если вы привыкли общение со слабыми мужчинами, такое поведение неприемлемо для мужчин более преуспевающих. То есть, то, что готовы терпеть слабые мужчины, нормальные мужчины терпеть не будут. Или то, что терпят инфантильные девушки в отношениях, зрелая женщина терпеть не будет. Когда стоит обсуждать брак и создание семьи с мужчиной? Можно обсуждать и через месяц. У вас должно быть понимание, к чему человек стремится. Ну, например, если муж ищет жену, ему вообще неплохо бы на ранних стадиях понимать, а вообще эта женщина, она вообще открыта для семьи, она вообще как на этот вопрос смотрит. То есть, в целом видение. Видение в целом нужно понимать заранее. При этом, я считаю, что глупо обсуждать это, если мужчина для вас ничего не делает. Если мужчина, вы живете 50 на 50, мужчина вас оскорбляет, унижает. И вот многим девушкам кажется, что вот если бы мы поженились, или если бы он познакомил меня с родителями, вот если бы у нас были какие-то более серьезные отношения, то все бы поменялось. Все стало бы по-другому. Это большая иллюзия. И обсуждать это бессмысленно. То есть, если человек для вас ничего не делает, если вы несчастливы, если вам тревожно в отношениях и так далее, и вы обсуждаете семью, или думаете, а когда с ним обсуждать семью? А зачем обсуждать с ним семью? Если в семье будет то же самое. С нормальным мужчиной обсуждать можно когда угодно. Ну, понятно, что не на десятой минуте, понятно, что не на первом свидании, но даже в первой неделе в целом видение то, к чему, понять, к чему мужчина стремится и к чему точно не стремится, это можно понять и в первом месте. Тоже нужно понимать, что если мужчина говорит, ну, я стрелюсь к семье, это не гарантия, что он вас видит в жену. Это тоже не гарантия. Или, допустим, представьте, вы говорите, я хочу замуж, вот я сейчас с тобой на свидание, ем шаурбук, пью кофе три в одном, я хочу замуж. Со мной в отношениях ты выйдешь за меня замуж. Вообще не гарантия. Может быть, ты передумаешь, может быть, ты вернешься к бывшему, может быть, ты вообще решишь, что замуж в своей... Все может быть, поэтому даже если мне человек говорит, да, я к этому стрелюсь, да, я к этому открыт, это не должно для меня звучать как гарантия, потому что в жизни бывает по-разному. Но видение человека, как он видит свою дальнейшую жизнь, конечно же, понимать мне важно. Хотя бы услышать ответ этого человека, это лучше, чем такие вопросы вообще не задавать. Если я своей радостью раздражаю мужчину, то проблема во мне или в нем? Ну смотри, если он пришел с работы уставший домой злой, и у него большие проблемы, а ты радуешься, наверное, его раздражение на твою радость справедливо. Или же, если мужчина для тебя делает что-то приятное, что-то ценное, что-то важное, и ты показываешь ему благодарность в виде радости, и он на это раздражается, наверное, с этим мужчиной что-то не так. Есть люди, которые, знаете, внешне они радостны, а внутри они несчастливы, но они привыкли изображать внешнюю радость, потому что это круто, правильно, типа позитивное мышление и так далее. И если на это мужчина раздражается, то это тоже отчасти справедливо. И снова здесь рекомендация. Нужно понять видение человека, разобраться, слушай, а ты как хотел бы, а что именно раздражает тебя в моей радости? Распаковка, да? Любую ситуацию можно распаковать, то, чему я учу на путь женщины. Уметь распаковывать любую ситуацию, даже которая вам кажется, что понятно. Вот поверьте, даже те ситуации, в которых вы уверены, что это абсолютно понятная ситуация, мне абсолютно понятно поведение мужчины. Если вы не распаковали эту ситуацию, значит вы не можете быть уверены. Значит вы уверены на основании своих каких-то догадок. Но всегда важна техника распаковать и перепроверить, а точно ли я выводы, которые делаю, они такие, как есть на самом деле. Тупейший пример. Мужчина не пишет после интимной близости. Ну женщины вывод делают. Ему не понравилось. Или ему нужно было только одно. Ну а с чего вы... Ну есть такие мужчины? Есть. Ну не всегда же так. И поэтому нужно уметь вести взрослый диалог в разных ситуациях. Это навык, которому нужно учиться. Это не так просто, как может быть сейчас звучит от меня в этом видео. И когда вы научитесь любую ситуацию, особенно непонятную, распаковывать, жить станет легче. Вот мужчина как-то себя ведет. Ну распакуйте его. Распакуйте его мышление. Всядьте, поговорите, проясните, что, как, почему, без наезды, без претензий. И тогда вы поймете, а, оказывается, вот оно что. Оказывается, вот оно как. Ну либо есть другой вариант. Давайте поставим штамп, ярлык. Мужчина мудак, козел, пошел он нафиг, следующий. Так тоже можно, я не против.